Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видео-обзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня хотелось бы рассказать о очень большой такой и уловистой приманке от компании Strike Pro. Модель называется Big Bandit, версия Suspender. Данная модель отнюдь довольно-таки уловистая. Я приобретал данную модель, основываясь на отзывах в интернете, а также, скажем, смотря на своих друзей, у которых имеются данные приманки. Единственное, у друзей данные приманки в заглублении, точнее, в тонущей версии, я всё же решил себе приобрести новую версию в позапрошлом, если я не ошибаюсь, сезоне, версию Suspender. Я решил взять вот в таком вот провоцирующем цвете. На мой взгляд, цвет довольно интересный. На спине вот Wolf Creek написано. Это, как я понимаю, один из создателей этой приманки, или относящийся к этому человек. Что хотелось бы сказать по поводу самой приманки. Технические характеристики. Длина данной модели 195 мм, вес 90 грамм, заявленное заглубление от 0,3 до 1,5 метров. Соответственно, версия, как уже говорилось ранее, Suspender. В линейке присутствует, в линейке Big Bandit, соответственно, присутствует также тонущая модель. Различается она, соответственно, только с весом и, соответственно, рабочей, чем горизонтом проводки. Сразу хочу сказать, вот висит такая подгрузочка у меня, для чего это я все повесил. Поскольку у моего друга имеется модель тонущая, я примерно подобрал джиголовку плюс-минус определенного веса, чтобы подогнать вес данной приманки до тонущей модели, и сравнил тонущую модель с моделью Suspender, соответственно, у меня. Тонет у меня с этой джиголовкой чуть-чуть, практически незначительно медленнее, чем тонущая версия Big Bandit. Соответственно, когда она тонет, присутствует такой же точно ролинг, когда приманка погружается на дно. И по проводке, опять же, я особых различий в игре не увидел. Соответственно, подгруженная моя версия и тонущая версия. Также можно просто снять эту джиголовку, соответственно. Необходимы только специальные пассатижи с такими зубчиками на краю для разжима колец, чтобы более легко снять этот грузик, так как кольца довольно-таки плотные, и руками разгинать очень-очень проблематично их. Соответственно, можем снять этот грузик, и у нас получается версия Suspender. По поводу игры данной приманки и проводки. Опять же, данная приманка, на мой взгляд, более эффективна на таких более длинных полурывках, полупотяжках, на которых приманка довольно-таки широко гладит по сторонам. Соответственно, можно делать и более короткие рывки, более резкие, скажем, агрессивные. Приманка на таких рывках довольно-таки активно ходит по сторонам, но, опять же, эти проходы получаются более короткие, чем на более длинных рывках, на которых, как говорилось ранее, приманка довольно широко гладит. Соответственно, не забываем про паузы. Паузы могут присутствовать как минимальные, так и довольно длительные, чтобы приманка не только как бы соблазняла хищника на падении, скажем, либо на остановке просто приманки, в зависимости от подгрузки. Но также, если подгруженную версию, даем большую паузу, чтобы приманка возвращалась как бы на свою рабочую глубину, так как все джерки безлопастные, и многим джеркам рекомендуется делать более длительные паузы, чтобы приманка не выходила из своего рабочего, скажем, горизонта. Приманка очень уловистая. На удивление, при данном размере клюют на нее не только средние трофейные щуки, но и порой карандаши, которые чуть-чуть больше этой приманки. На удивление, не знаю, может, ввиду агрессии какой-то они кидаются на данную приманку или чего. Но неоднократно замечено, что щурята довольно-таки активно атакуют порой данный джеркбейт. По поводу изготовления, в заключении скажу. Изготовлена приманка, на мой взгляд, довольно отлично. Покраска, скажем, на 4 с плюсом. Все прокусы желательно все-таки залачивать, чтобы не было таких более отслоений красок. Поэтому покрываем бесцветным каким-то лаком сразу скол от щучьих зубов, и, в принципе, проблем никаких не будет. Фурнитура, опять, кольца довольно-таки серьезные, крепкие, крючки довольно острые и мощные. Приманка имеет шумность, шумовую камеру. В принципе, я бы так и характеризовал ее, как, в принципе, среди, либо сильно шумящие. Полетные характеристики у данной приманки исключительные. За счет своей такой обтекаемой формы и довольно серьезного веса. В заключении, опять, еще раз повторюсь, приманка уловистая. Однозначно рекомендую к покупке. Всем любителям джеркбейтов. Я уверен, что вы, когда подберете ключик данной приманки, соответственно, проводку, вы ничуть не пожалеете о приобретении этого джеркбейта. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.